Репрессивные тактики властей Кубы не изменились и после того, как в прошлом году Рауль Кастро передал президентские полномочия своему преемнику. С таким заявлением выступила Amnesty International. Организация также назвала именно пяти новых политических заключённых на острове. При этом правозащитники отмечают, что в заключение, вероятно, попало намного больше активистов. Однако документально подтвердить это невозможно, поскольку власти запрещают представителям международных правозащитных организаций въезд в страну. «Очень важно учесть, что этих людей поместили в тюрьму незаконно по ложным обвинениям, таким как неуважение, нападение, гражданские беспорядки, сопротивление. Это единственный способ для режима заключить активистов в тюрьмы». Все пять заключённых активистов – представители оппозиции. Власти острова называют их группкой провокаторов, которых спонсируют Соединённые Штаты с целью свержения правящей верхушки. Многие кубинские активисты и независимые журналисты жалуются на растущее давление. «Репрессии, без сомнения, продолжаются. Нападение на наши дома, незаконное задержание активистов. Наш народ от восстания сдерживает невидимая стена». Оппозиция говорит, что власти усилили гонение из-за запуска мобильного интернета в декабре прошлого года. Он стал своеобразной общественной платформой и способом организации выступлений. Куба уже несколько лет страдает из-за сокращения помощи от Венесуэлы. Кроме того, властям грозит ужесточение санкций со стороны США.